МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Армия-2018. В Москве начал работу международный форум. Хип-хоп, вок, хаус. В детском лагере «Березка» продолжается танцевальная смена. На живом газоне. На стадионе «Спартак» впервые после реконструкции провели футбольный матч. Эта неделя самая горячая и напряженная для строителей кадетского корпуса. На помощь к ним пришли сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления, студенты, родители будущих кадетов. В субботу в 8 утра. К кадетскому корпусу спешат родители тех ребят, которые в новом учебном году будут здесь учиться. 5-й, 6-й класс, 1-й этаж. 7-й, 8-й класс, 2-й этаж. 9-й, 10-й, 11-й, 3-й этаж. Задача несложная. Помыть окна и пол, протереть подоконники, убрать мусор и расставить в классе мебель. Мама и папа признаются, именно такие встречи помогают родителям узнать друг друга получше. Мы уже в короткие сроки, очень сдружились. И наши дети вчера, позавчера два дня работали в этом корпусе. И я очень рада. Сегодня все родители пришли. Прям только одно желание. Даже прийти хочется уже работать здесь. Прям так все красиво, все нравится. Два года учились в старой школе. Там условия, конечно, были в два раза хуже. Ну, не до такой степени. Там некоторые классы пришлось, приходилось в другой школе. Некоторые уроки были у нас, поэтому. А тут вот зашли, класс сразу же просторный. Они тут и будут жить. Поэтому дети уже, мы их будем просто приводить и забирать. И все. Все остальное время они будут проводить здесь. Всю неделю они будут находиться здесь. Классы просторные, конечно, да. В этом плане хорошо. Нам даже было интересно, что именно здесь находятся. Какие классы. Ну, конечно, в спальнику он в корпус посмотреть бы еще. Больше всего вот это. Интересно было. А убираться, что тут? Полчаса убрался и свободен. Артем Бородкин тоже приехал на субботник. Аж из Шумерли. Для этого ему пришлось встать в пять утра. Но будущий кадет признается, что работой он не боится. И готов приходить сюда хоть каждый день. Сначала нужно намыть окно каким-нибудь очистителем. Потом его нужно развести по всему, а потом уже убирать насадкой. Я подготовила класс, чтобы в нем учиться, потому что это свой класс. Кадеты должны быть целеустремленные, трудолюбивые, любить родину, быть патриотом, не предавать своих. В субботу же рабочие приступили к благоустройству территории. К этой работе подключились и волонтеры. Нам сегодня было легко проснуться, собраться, прийти сюда, помочь с благоустройством, разровнять землю для того, чтобы спасели здесь газоны. И все было в срок сделано. Возле кадетского корпуса начали высаживать кустарники, засеивать газоны. В ближайшее время высадят и цветы. И к первому сентября территория возле учебного заведения в буквальном смысле расцветет. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Москве начал работу международный форум «Армия-2018». Здесь презентуют инновационные разработки для оборона промышленного комплекса. Среди экспонентов и чувашские предприятия. Деловую миссию возглавляет руководитель республики Михаил Игнатьев. В стартовый день на полях форума проходят показы для официальных делегаций. На стендах предприятий республики презентуют ленты для автоматов, тросы для парашютов, передвижные комплексы, спортивное оборудование и амуницию для военнослужащих. Выставка, проходящая в подмосковной Кубинке, должна помочь наладить новые контакты. В рабочем графике главы Чувашии ряд деловых переговоров с руководителями предприятий и представителями Министерства обороны. Форум продлится до конца недели. В его рамках пройдет порядка 140 мероприятий. И все это время на площадке Центра «Патриот» будет выставлена техника, стоящая на вооружении военных. От новейших модификаций автоматов до зенитных установок. Сегодня на выставке работали и мои коллеги Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Подробности в следующих информационных выпусках. В России впервые с 1993 года может пройти федеральный референдум. На всенародное голосование вынесут вопрос о повышении пенсионного возраста. Сейчас в регионах формируются инициативные группы. Центр сберком Чувашии зарегистрировал такую и в нашей республике. Основные требования к участникам инициативной группы – наличие российского гражданства, достижение 18-летнего возраста и прописка на территории республики, отметил председатель ЦИКа Александр Цветков. Все это тоже было проверено. И у нас на сегодняшний день у нас рабочая группа установила, что все 119 членов региональной подгруппы зарегистрированы на территории Чувашской республики. Но к 8 членам этой региональной подгруппы, участникам собрания, возникли вопросы по поводу того, что в документах, в отношении них, адрес места жительства указан с ошибками. Я считаю, что это необходимо констатировать как минимум в нашем постановлении. Хотя юридического значения для принятия решения о регистрации либо в отказе в регистрации инициативной группы это по большому счету не имеет. Итак, группа зарегистрирована. Ее возглавил исполнительный директор Совета муниципальных образований республики Станислав Николаев. Основная задача инициативной группы – сбор подписей жителей республики в поддержку проведения референдума. Однако начнется эта процедура только после того, как подобные группы будут зарегистрированы в достаточном количестве регионов страны. На это отводится два месяца. Фактически родители есть, а толку от них нет. Почему лица, лишенные родительских прав, не выплачивают алименты и как с этим бороться? Проблему обсудили за круглым столом в доме ребенка «Малютка». В доме ребенка «Малютка» города Чебоксара находится 33 ребенка. Это сироты и дети, которые остались без попечения родителей. Те, кого лишили родительских прав, как правило, ведут асоциальный образ жизни и не работают. Либо не имеют официального заработка. Отсюда главная проблема. Алименты они не выплачивают. В таких случаях за дело берутся судебные приставы и прокуратура. За 8 месяцев 2018 года к административной ответственности привлечено 35 должников. Из них 23 должника не приняли соответствующих мер к погашению и уже в последующем были привлечены к уголовной ответственности. Одному должнику назначен реальный срок отбытия наказания. С одной из основных проблем, с которой сталкиваются приставы, невозможность установить фактическое место жительства родителей и отсутствие у них какого-либо имущества. Общая сумма долга в пользу воспитанников детских учреждений сейчас составляет около 12 миллионов рублей. В Чебоксарах общественное признание получили самые активные горожане и организации в рамках традиционного ежегодного городского конкурса «Общественное признание-2018». Общественное признание – это больше, чем просто конкурс. Это народная премия за добрые дела, поступки, за стремление сделать свой город лучше. За 10 лет более 900 имен заслуженно оказались в Золотом фонде города. Поздравляем тех людей, которые внес значительный вклад в благоустройство города, развитие, чтобы наше предприятие, экономика города развивалась, и тех, кто внес значительный благотворительный вклад в развитие нашего города. В списке победителей представители совершенно разных сфер, но объединяет их всех одно – любовь к своему делу и стремление к результатам. «Развиваем в Чувашской республике автомобильный спорт, и, соответственно, были удостоены чести принимать Кубок России по ледовым гонкам в Чебоксаре уже три года подряд. В этом году у нас было 45 автомобилей на Кубке России. Надеемся, на следующий год количество участников будет только возрастать». Заслуженная награда нашла и автор проекта «Экспресс-бабушки», который реализуется в столице республики с 2016 года. Аналогов ему пока нет, но у него, по мнению организаторов, большое будущее. Проект дает возможность женщинам на заслуженном отдыхе быть вновь востребованными и полезными. Бабушки-волонтеры безвозмездно помогают семьям с маленькими детьми в трудной жизненной ситуации. «Когда эти дети бегают к нашим бабушкам, милая бабушка, милая бабушка, иногда даже слезы наворачиваются. На самом деле, наверное, этот проект нужен. И есть дети-инвалиды, которые в школу не ходят. И вот бывшие педагоги, они сегодня не знают, куда, наверное, вышли на пенсию. Дети выросли, внуки выросли. И вот эти, наверное, совершенно неродные дети становятся им родными-родными внуками. Бабушки сами говорят, больше мы даже сегодня сами многое получаем от этих детей. И, конечно, мамы от наших бабушек многому учатся». Десятки имен и организаций уже вписаны в историю города. И для многих премия «Общественное признание» – лишнее подтверждение тому, что они находятся на правильном пути. И дополнительный стимул развиваться дальше. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. На Красной площади прошел фестиваль семейного творчества «Аистенок». За парадом колясок наблюдала наша съемочная группа. Трактор, танк, футбольный мяч и даже кусок сыра. Порой поверить в то, что перед глазами детская коляска бывает сложно. Не меньше удивляют и сами семьи. «Здравствуйте! С какой планеты к нам прилетели?» «Планета Чебоксарка». Наш любимый фильм – «Звездные войны». И мы решили его воплотить в жизнь. Так у нас появилась идея. Делали всей семьей. Использовали фольгу и фольгированный скотч. При создании колясок в ход идут абсолютно любые подручные материалы. Например, посмотрите, вот эта вот коляска сделана из бумаги. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея использовать бумагу? В первую очередь, во-первых, каждый раз, каждую неделю мы получаем газету. Ее накопилось очень много. Надо было куда-то ее реализовать и куда-то деть, как говорится. Помогали родственники, конечно же, да, и друзья. Самое главное – жену украсть, да, и детей в первую очередь, да. Каждый костюм тематический. Всего в этом году было 8 номинаций. Самая популярная – «Сказка-коляска». А вот и она, сказочная коляска. Семья Ивановых воплотила в жизнь сказку «Репка». Это мышка, кошечка, жучка, внучка, бабушка и дедушка. И наша «Репка» внутри каркас круглый из проволоки. Обтянули тканью. А листья уже тоже на сетку обтянули тканью. Все завязали, закрутили. Получилась красивая «Репка-щарок». По Красной площади продефилировали 150 семей. Это рекорд юбилейного 10-го фестиваля «Аистенок». Как хорошо, что есть такое движение, как вы. Красочное, яркое, очень-очень-очень активное, которое позволяет создавать в нашем городе такие крепкие семьи, как у вас. Из такого количества участников жюри выбрало победителя в каждой номинации. Семья Петровых сделала лучшую коляску для любимой куклы. Мы вообще не ожидали. Все шляпки уже сложили. Думали, все, наверное, ничего не будет. А тут такое. Очень обрадовались. Дети особенно. Мы хотели что-то веселое сделать. Клоуны. Очень весело. Ребенок ассоциируется с праздником, с шарами, с весельем. У нас вот Милана сегодня раздавала пожелания. Абсолютным победителем «Аистенка» стала семья Смеловых. Их коляска и костюмы из газет покорили всех членов жюри. Кто это придумал? Самые смелые фантазии. Кому это приснилось? Но это что-то нереальное. Вы такие молодцы. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. Легендарная историческая личность с шикарными усами и по совместительству герой анекдотов. Василий Иванович Чапаев в третий раз собрал чебоксарцев на чай. Василий Иванович уже не без труда забирается на лошадь. Ему нынче 131 год. Зато он по-прежнему великолепно держится в седле. Как и Юрий Ильин, который в этом году опять в роли легендарного комдива. Я с детства научился и запрягать умею, и распрягать умею. Вот все я умею. Все как настоящий Чапай, да? Да, как настоящий Чапай. Чапай зовет на чай – это не просто название традиционного фестиваля. Все как положено. И самовар, и к чаю яблочное варенье, которое на Руси варятся с 12 века. Чаем угощают, песенки поют, сказки рассказывают, варенье варят, вареньем угощают. Вообще чудо не жизни, а малина. Времена Чапаева – это конец 19-го, начало 20-го века. Однако в этот раз этим временным промежутком организаторы не ограничились. Так что среди гостей можно было встретить и персон более древних. Знакомьтесь, мать Ивана Третьего – Мария Ярославна. Чувствуется величие того времени, 15-го века. Русский костюм – это дорогие ткани, имитация эксамитов, парчи, усыпанные драгоценными камнями, жемчугом, ручной вышивкой. Студенты машиностроительного факультета ЧГУ сильны не в вышивке. На Всероссийской студенческой весне они представили вот такую коллекцию. Это, например, «Аленушка» и «Иван-дурачок». Впрочем, называть его так открыто в глаза почему-то совсем не хочется. Вода оказалась очень загрязненной. Баба-яга, которая больше не летает на ступе, оказывается не такой страшной, когда начинает говорить голосом студентов-торокурсников. А у нас модная баба-яга на гироскутере. Также на фестивале можно было выиграть призы, посидеть в Тачанке, купить что-нибудь у мастеров на дизайн-фесте. Для тех, кому одного дня общения с Ночдивом было мало, напоминаем. Музей Чапаева работает каждый день, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. 30 экипажей из Чувашии, Татарстана и Мариэл покоряли бездорожье. В поселке Октябрьское прошло авторали «Золотые пески» за Волжье. Юлия Важенина и Александр Петров проверили трассу на себе. В крови бешено кипит адреналин, из-под колес врывается столб песка. Авторали «Золотые пески» за Волжье ежегодно собирает огромное количество желающих покорить песчаную трассу. Причем гонка вызывает ажиотаж и среди самих участников, и среди зрителей. Кто-то приходит просто посмотреть и поболеть за гонщиков. Для кого-то этот джип-триал уже традиция. В этом году трасса местами коварна, но сами организаторы называют ее веселой. Да уж, скучать с гонщиком точно не придется. Наша съемочная группа одной из первых опробовала трассу, но нам повезло, мы проехались по ней на огромном внедорожнике. Там, где всякие броды, можно просто проезжать. Кочки, ямы, болота. В 13-й по счету раз организаторы подготовили трассу длиной более 2000 метров. Причем в некоторых местах перепады высот достигали 6 метров. Но это, как оказалось, не самое сложное. А вот этот участок дороги, пожалуй, самый сложный для участников. Но дело не в том, что здесь большой угол подъема, а в том, что очень много песка, и это главная трудность. Но ветерали называют «золотые пески», так что посмотрим, как с ним справятся участники. Этот подъем и впрямь дался не всем. Некоторые гонщики застревали и мешали остальным водителям. Да я такой трассы ж не видел вообще. Раньше были, но таких ям, такого песка-то вообще... Ой, вот смотрите, весьмок. Короче, я еще задержался. Один участник на трассу залез и забуксовал. Мы стояли минут, около пяти, наверное, этого раздела. Вот как сейчас время считать, я не знаю. Николай Богаткин пришел первый в своем заезде, но это еще ничего не значит. Победа складывается из нескольких показателей. Кстати, Николай участвует во вторале с самого основания. А вот для Валерия Юсова это первый джиптриал по песку. Хотя неопытным гонщиком его не назовешь. Валерий 15 лет участвует в снежных ралли. Сложности – это пески. Пески, где вязнут, тонут, буксуют. Это интересы. Главное в таких гонках дружить с головой, в один голос твердят все участники. Адреналин зашкаливает, и голова перестает работать, и после этого получаются ошибки ненужные. Поэтому самое главное – холодной головой прижать трассу, аккуратно. Я рассчитываю получить главный приз и сделаю для этого все возможное. Получить главный приз здесь желает каждый призовой фонд гонки – 100 тысяч рублей в каждом классе. Стандарт – квадроциклы, модифицированные полноприводные экипажи. Всего их три. У нас класс национальный, соответственно, у нас минимальные подготовки, но максимальные по технике безопасности. Правду говорят, что вы победите сегодня? Не факт. Почему? Трасса покажет. Кстати, именно этот экипаж и оказался в числе победителей. Штурман Юрий Андронов и пилот Виктор Сандыбаев взяли золото в классе модифицированных полноприводных машин. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Хип-хоп, вок-хаус. Танцевальная смена в детском лагере «Березка» в самом разгаре. Кто из именитых хореографов приехал на смену в этот раз и какое направление учили танцоры, знает Юлия Важенина. Он появился благодаря разборкам в Бронксе. Тем не менее, это очень миролюбивая культура. В нем действует правило «ноутач», соперники не могут прикасаться друг к другу. По всему миру среди танцоров проводятся батлы. Все это о брейк-дансе. Это направление участники танцевальной смены ждали с огромным нетерпением. В зале просто яблоку негде было упасть. Но первым делом наша съемочная группа решила выяснить, знают ли поклонники брейк-данса, кто такой бибой. Ты знаешь, кто такой бибой? Нет, не знаю. Кто такой бибой? Что? Бибой, кто такой? Не знаю. Ты-то хоть знаешь, кто такой бибой? Конечно. Нет. Нет, ну, а как объяснить это? Давай. Как? Ну, биббой это... Есть биггел, это девочки, которые танцуют брейк-данс. Есть биггбой, это мальчишки, которые танцуют брейк-данс, это как раз Слава Петренко. Вот. А я буду считаться биггел. Только не биг, а би-бой. Би-бой. Биггбой или биггел, человек, который танцует брейк-данс к концу мастер-класса, эти термины знали все его участники. А учить танцорам основам брейка приехал Слава Петренко. Зрители знают его благодаря, пожалуй, самому известному танцевальному проекту страны. Кстати, как признается сам хореограф, мастер-класса с таким количеством учеников у него еще не было. Раз, два, три, четыре, шесть, восемь, восемь. Я никогда не придумываю связку под какой-то определенный трек, хореографию под определенный трек. Почему? Потому что музыка разная бывает, а настоящий танцор должен уметь танцевать подо все. Учиться танцевать никогда не поздно, как мантру повторяют все хореографы. Это доказывает и Светлана Павлова. Она начала танцевать следом за дочками, а на мастер-класс в лагерь приехала специально. Я вообще никогда не танцевала. Просто решила приехать посмотреть. Но вообще очень нравится брейк-данс. Сегодня танцевать было очень сложно физически. Качать под любую музыку, не бояться привлекать внимание и, главное, получать от танца удовольствие. Пожалуй, основные заповеди истинного бибоя. Ну и, конечно, какой брейк-данс без батла? Очень-очень-очень круто. Это был просто самый жаркий мастер-класс, который у нас здесь проходил в данный момент. Слава очень крутой. Хореография его, собственно, была сложная. Для меня это непривычный стиль. Я им не занимаюсь, но так мне все понравилось. Двухчасовой мастер-класс выжил все соки из участников, но отпускать Славу они не хотели. И после хореографии в тесном кругу танцоры просто общались. Сдавали вопросы, говорили о брейк-дансе. Я пытался их раскрыть и немножечко направить, ну, на мой взгляд, на правильный путь. Потому что для чего мы, в принципе, танцуем? Чтобы раскрыться, чтобы найти себя, а не просто, чтобы делать какие-то движения, которые делают все. Я пытался их вдохновить на путь развития, саморазвития. Слава третьей по счету звездный тренер танцевальной смены. Еще полторы недели участники будут осваивать разные стили. И, возможно, кто-то из них всерьез займется брейк-дансом. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. На футбольном поле стадиона «Спартак» в Чебоксарах впервые после реконструкции провели матч. На обустроенном по стандартным FIFA футбольном поле уже состоялся первый матч. Чебоксарский «Спартак» сыграл с командой «Ротер» из «Кугеси». Победа осталась за первыми. Поболеть за любимые команды, а заодно и оценить качество поля, засеянного натуральной травой и новых беговых дорожек, пришли сотни болельщиков. До сегодня в Чувашской республике подобного поля, я имею в виду, такого качества, но сегодня нет. Уровень подготовки нашей базы соответствует не первенству, не чемпионату Чувашской республики, а как минимум, минимум, я подчеркиваю, это чемпионату России, ФНЛ, вторая лига. Для того, чтобы нам в ближайшие три года работать, в принципе, у нас все деньги вложены. Сейчас деньги надо вкладывать в кадры, в покупку инвентаря и экипировки, сборы, командирования, выезды. В соответствии с требованиями в FIFA поле было расширено. Верхний слой земли сняли, чтобы уложить систему автоматического орошения газона. Система освещения также была полностью обновлена. Татьяна Филатова, Республика. Это все новости вторника. Впереди полезная информация, а я с вами прощаюсь. До завтра. Тайсон, Ариэль, Крош и Злата. А вместе квартет артистов водного шоу «Байкальских нерп». Вот уже месяц первой передвижной нерпинарии развлекает жителей и гостей столицы Чувашей. Гостоногие артисты ловят обручи, поют и танцуют. Я была на разных выступлениях, но это мне понравилось больше всего. Каждый артист этого шоу особенный. Например, вот этот хрипыш Тайсон самый сильный, а изящная Ариэль самая артистичная. Она и на трубе сыграет, и картину нарисует. Они такие миленькие, мне понравилась Ариэль. У нее такие большие глаза. За питанием нерп следят с особой тщательностью все только самое свежее. Хамса, салака, горбуша. Каждый из артистов съедает по 4-5 килограммов рыбы в день. Нерп невозможно заставить что-то делать, поэтому трюки они выполняют только если сами захотят. А вот и главный секрет тренера. Нерпы очень любят лакомства, так что за вкусную рыбку могут и мяч в кольцо закинуть, например. Это называется методикой положительного подкрепления. А сейчас смертельный номер. Тайсон исполняет прыжок дельфина. За такой прыжок одним лакомством не отделаешься. И кто бы мог подумать, что нерпы тоже могут целоваться. Но как они любят своего тренера? В природе к нерпе не подойти. Они очень пугливые, уходят в воду. Но наши нерпы с самого рождения с человеком, они социализированы. Поэтому они очень любят общаться. И немножечко обливать, баловаться. И смотреть на людей. Впечатлять людей. Впечатлять людей им определенно удается. Я их вижу первый раз. Я очень много о них узнал. Мне понравились их мордочки. Мне очень понравились. Они очень воспитанные и умные. Они все своим характером. Они все такие разные. И так интересно двигаются. Какие-то свои таланты есть. Все очень здорово. Еще ровно неделю байкальские нерпы будут радовать зрителей. И если вы еще не успели лично познакомиться с ластоногими артистами, торопитесь. Нерпенарий пробудет в столице Чувашии до 26 августа. Их шатер находится на нижней парковке торгового центра «Мегамол». Шоу идет со среды по воскресенье включительно. Байкальские артисты ждут вас.